Здравствуйте! В эфире СтопФейк. Мы снова будем говорить о кремлевской пропаганде. Кто и зачем врет нам с телеэкранов и страниц газет. Меня зовут Руслан Дениченко. На минувшей неделе мы вспоминали об обстреле Мариуполя из установок залпового огня ГРАД. Напомню, что это кровавое преступление российские кадровые военные совершили в январе 2015 года. И приблизительно в это же время разворачивались горячие события вокруг другого населенного пункта – Дебальцево. В боях за город, по официальным данным, погибли более 170 украинских военнослужащих. Сегодня мы решили напомнить вам и об этом событии. Итак, в январе 2015 город, который до войны был одним из крупнейших залезнодорожных узлов Украины, стал площадкой ожесточенных боев между украинской армией, сепаратистами и войсками Российской Федерации. Почему он был так важен для россиян? Все дело в том, что они рассчитывали взять в окружение около 2,5 тысяч украинских военных и добровольцев. Кроме военной помощи, Кремль активно проводил и информационную кампанию. Ее главные посылы. Вооруженные силы Украины обстреливают мирное население, украинцам помогают силы НАТО, а украинские солдаты – сплошные фашисты и морально деградировшие люди. События под Дебальцево российские пропагандисты освещали с особым удовольствием. Все эти Киселевы предвкушали капитуляцию Украины, которая должна была продемонстрировать триумф Путина. Каналы вели трансляции чуть ли не в прямом эфире. Как затыкали котел в Углегорске? Наш спецкор Александр Бузаладзе. Чтобы понять, как армия Новороссии запаковала многотысячную группировку противника, заблокировала в так называемом Дебальцевском котле… Вот лишь несколько примеров лжи и манипуляций, использованных против украинской армии и Украины в целом. Участие войск стран НАТО в войне на Донбассе или помощь каких-либо иностранных войск – постоянная мантра кремлевских СМИ. Активно использовали ее и зимой 2015-го. Следы этого фейка мы нашли в интервью новой газете российского танкиста из Бурятии – доджи Батамункаева. Со своим батальоном он воевал в Украине. Это именно он, лежа в больнице с тяжелыми ожогами, встречался с Кобзоном. Бурят? Ну, как я рад. Именно этот обгорелый Бурят в интервью рассказывал об участии в боевых действиях войск Альянса. Но понятно, что никаких следов военных стран НАТО на Донбассе никто и никогда не находил. И США, и Великобритания, и члены Альянса не скрывают, что оказывают помощь вооруженным силам Украины, но лишь оружием, тренингами для военных и различным оборудованием – сухпайки, одеяла, палатки. Но личный состав армии других стран для участия в боевых действиях на Донбассе не привлекался. На сайте СтопФейк мы собрали целую коллекцию глупых фейков о событиях в Дебальцево. Вот один из примеров. Местные жители жалуются пропагандистам LifeNews на чернокожих бойцов украинской армии. Целью таких репортажей было запугать местное население, посеять животный страх перед Украиной. Насмотревшись таких сюжетов, россияне, наверное, более охотно должны были ехать воевать на Донбасс. И, как мы знаем, ехали. Наряду с запугиванием иностранными войсками проводилась и отдельная информационная операция, направленная на деморализацию как украинцев, так и украинских солдат. Прокремлевские СМИ без устали кричали о том, что готовится очередной котел, что он уже замкнулся, что большинство украинских бойцов уже находятся в окружении. Хотя на момент таких новостей никакого окружения не было бы и продолжались до 17 февраля, когда начался отвод войск. Ну и, конечно же, в репортажах российских каналов боевики бахвалились, как они косили укропов. Рота разведчиков вернулась без потерь. Бойцы уставшие, но счастливые. Вот визуально сколько потерь вы наблюдали именно бойцов? Видите, что уничтожил двух. Степан, а что ты сколько? Двоих. 13-й воин, майора Щелкин. Вон он, 13-й воин. Иди сюда. Вот он, герой. За это он поймет в отпуск. Что делал? Майор. А что? Уничтожил командира батареи. Группа «Информационное сопротивление» также сообщала о множестве случаев рассылки смс на телефоны украинских военных с призывами сдаваться в плен. Отдельно освещалась сдача в плен бойцов 40-го батальона территориальной обороны. С шахты силовиков выбивали казаки. Чернигов один. Они все из Черниговской области. Вот это они стояли в Углегорске. И тут на шахте. Вот это пусть смотрят. Лучше пусть уходят. Это шея. Шея украинского солдата. Его убили. Уходите, пока есть у вас возможность. Уходите, ребята. И тут парадокс. С одной стороны, агитпроп пытался доказать, что никакой украинской армии уже не существует. И на самом деле на Донбассе воют натовские войска. В то же время для российской аудитории конструировался образ украинской армии, которая уничтожает мирное население, бесчинствует, мародерствует и, конечно же, нарушает перемирие. Зашла в эту самую большую спальню, тоже спит солдат. Зашла в детскую, тоже спит солдат. Я говорю, что это такое? Глянула в нише, шубы нету. Говорю, дорогая шуба, где? Куртки, где? Несмотря на все заявления Кремля об отсутствии российских войск в Украине, о том, что против украинской армии якобы выступают местные ополченцы, бои под Дебальцево показали всему миру, что Россия ведет настоящую войну против Украины как с помощью слова, так и с помощью оружия. О массовом вторжении российской армии в Украину писал и оппозиционный политик Борис Немцов. Его доклад «Путин. Война» был опубликован уже после убийства Немцова. Около 70 российских солдат погибли в январе-феврале 2015 года под Дебальцево, говорится, в документе. Тогда Министерство обороны России обещало платить компенсации за смерть и увечье, даже если военнослужащий был уволен. Но эти обещания не были выполнены. Позже волонтерское сообщество «Информ Напалм» расследовало, как российских танкистов, участвовавших в боях под Дебальцевым, награждали медалями за заслуги перед Отечеством с подписью президента Российской Федерации Путина. Военные действия под Дебальцево еще раз показали миру, что политика России построена на вранье. Ключевую роль на начальном этапе российской агрессии против Украины выполняло телевидение. Именно все эти Скобеевы, Поповы, Соловьевы во многом ответственны за развязывание войны и десятки тысяч убитых. Мы будем продолжать помогать вам не утонуть в море вранья манипуляций и пропаганды. Не дайте себя одурачить. С вами был Руслан Дениченко. До встречи на этом же канале ровно через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин